В студии аналитий у нас два эксперта и босс, ну а здесь два простых комментатора. Юрий Флэшеннайт, Михаил Алсер-Зверев. Продолжим для вас кое-как комментировать матчи. Мы, конечно, не эксперты, но я думаю, и так подойдет, Юрий. Как вы считаете? Подойдет, все подойдет. Я думаю, что получится. Мы справимся с этой нелегкой задачей, раз мы справились с предыдущим матчем, который был не очень активным. Если мы справимся с предыдущим матчем, мне кажется, знаешь, мы теперь можем все, что угодно. И боссами быть, и экспертами, и всеми остальными. Касаемо матча, конечно, Флэш Вуис считались командой до турнира, которые должны навязывать СКТ борьбу и, возможно, даже брать у них одну, а то и два матча. Одну игру или а то и две в групповой стадии, но все-таки сейчас трудно поверить в то, что СКТ могут вообще кому-то проиграть. Да, они проиграли Early Game и G2 1.4.0 проигрывали, но все равно потом камбэкались и правильные просто решения по ходу игры приводили к тому, что СКТ всегда побеждали. Причем дело, мне кажется, не только в том, что СКТ достаточно сильнее. Они играют так, как от них ожидали. Флэш Вулфс ожидал, что будет командой номер два, таким безоговорочным номером два, который будет стараться приблизиться к номеру один и даже попытается его обыграть. Пока что Флэш Вулфс выглядит как команда, которая в четверке будет в принципе себя чувствовать комфортно, но в двойку попасть будет им очень сложно. Для меня Флэш Вулфс была той командой, которая должна была нижние три команды убивать спокойно 2-0. С Китаем возможно играть 1-1 и стараться сыграть 1-1 с СКТ. Да, вот как-то так, действительно. Ну и начинается у нас драфт. Первые два дня для Флэш Вулфс прошли неудачно. 2-2 для них это, учитывая то, что последняя игра против СКТ, то есть сыграть 2-3 по итогам первой половины для них это не успех совершенно. Но у них есть шанс сделать 3-2, если они СКТ обыграют. Более того, есть шанс приблизиться к СКТ, потому что если они выиграют все оставшиеся матчи и включая матч против СКТ, они выйдут на первое место в группе. Но это пока что выглядит как что-то запредельно нереальное. После 0-2 в первом игровом дне все-таки трудно сказать, что они выиграют 8 матчей потом подряд, учитывая, что в первый игровой день против СКТ они не играли. Ну, да, тем не менее, знаешь, всякое бывает. Сложно было представить, что СКТ, которые в прошлом году в группе проиграли столько матчей, потом возьмут и всех уничтожат в стадии плей-офф, но они смогли это сделать. Кеннон Галлио, очень много блокировок в верхнюю линию у нас пошло. Лулу Свардарту выбивают бан Лулу со стороны Флэш Вулфс. Сейчас СКТ. Нет, против СКТ можно ставить, будет, тогда, когда они перестанут регулярно выигрывать. Ну, типа того, да, потому что в плей-офф они всегда сильнее. Когда они хотя бы два сезона подряд займут не топ-2. Карма и пошла. Я вообще не знаю, на самом деле, что является все-таки такой сильной стороной СКТ, потому что у них очень сбалансированная комбинация факторов, да, индивидуально сильные игроки. Неплохая синергия между игроками. Очень старый состав, то есть состав, в котором, в принципе, все друг друга знают очень давно. Если мы говорим, да, о троице Фейкер, Бэнг, Вульф, то они играют вместе уже 3,3 год пошел, да? И Кома обязательно. Кома, конечно, тоже, да. Лисин на первый пик уходит для Пената, на котором он не проигрывал уже, не знаю, месяца 4, наверное, или 5, может быть, даже больше. Ну и Флэш Вулфс опять будут забирать рану там Кенча. В случае с КТ тренер это сварочный аппарат, который склеил Фейкера, Бэнга и Вульфа, и такой суперклей в отношении Хуни и Пената, которые вновь прибывшие. Он такой, знаешь, суперклей, который периодически переклеивает других игроков на их позицию, Профита и Блэнга, но Блэнгу на этом турнире, возможно, даже не придется выходить. Это, знаешь, тоже сложность быть... Нет предпосылок того, что Пенат не доигрывает сейчас абсолютно. И даже, знаешь, в случае с КТ они не всегда заменяют игрока, потому что он не доигрывает. Они заменяют игрока, потому что они хотят исполнить что-то другое немножко. Не, ну можно дать Блэнгу поиграть будет, если там, допустим, будет 8-0, 9-0. Нет, поиграть можно будет дать ему, если будет 8-0 или 9-0. Почему? Если безоговорочное первое место, конечно... Я думаю, даже, знаешь, при счете 6-0 в принципе предположить, что... А СКТ это те, кто дадут поиграть. И, возможно, даже сейчас уже могли бы показывать... СКТ вообще и 2-0 могли бы показывать. Даже существует вероятность, что независимо от того, кто бы играл в лесу, Блэнг или Пенат, результат мог бы быть одинаковым. Абсолютно точно. Просто СКТ сами берут того лесника, которого считают нужным для максимального результата. Не было близких матчей пока что СКТ. Ну, смотря что, понимаете, под близким матчем, да? То есть, если понимаете под этим какой-то такой... Как предыдущая игра, например? Ну ладно, такой матч с СКТ мы точно не увидим, Юрий. Физ. Очень интересный пик. Я думаю, что это Физ на мин. Я думаю, что это Физ в Синдру со стороны Фейкера. Обязательно. Это очень удобный матчап, потому что Синдра сама по себе чемпион. Сильный, агрессивный. С леснику может играть, особенно если он не 0-2. А Физ может контрплейить ее даже 1-1. Браум. То есть, я полагаю, что СКТ таким образом лазейку небольшую для Физа на верхнюю линию делает, потому что если сейчас у нас пойдет 4 блока в топ, потому что уже 3 сделано, то, возможно, Хуни захочет сыграть на Физе. Но в противном случае у него останется что-то, если ему оставят слышу. С Грейвс. Для Карсы. Если это там Кенч, будет ли это опять Варус США или что-то более нестандартное? К сожалению, я уже вынужден такой термин использовать, потому что который турнир у нас США Варус, США Варус каждую игру практически. Вот Люсан нас практически порадовал, но вот не совсем. Честное слово, Юрий, мне кажется, что если бы не Корея, которая на Варусе продолжила играть, несмотря ни на что, мне кажется, после того нерфа многие стрелки даже просто не стали бы его открывать вообще, потому что что-то там стрела, 20 секунд кулдаун на первом уровне. Вот это прикол. Ты, может, еще и в стройку въедешь, на секундочку. Я боюсь, что в этой игре будет в стройку въезжать Физ, потому что за него будет играть Фейкер. Но там Кенч, кстати, Физу не очень хорошо против Кенча играть. Нет, но он нормально, он уже на ЭК 0-2 собрал себе Межай. Было дело, и вчера на Ариане там ульты были такие смешанные. Пошли дальше блокировки в верхнюю линию Шен. Есть еще Грагас, есть еще Клет, есть еще... Что у нас из популярных чемпионов сейчас осталось? Наверное, что-то есть. Сейчас все-таки чемпионов на топе много. Ну, Грагас есть, на Утилос есть, но даже Грагаса нет. Ну, Клет для ММД, для Хуни мы пока Клету не видели. Хотя кто-то... Не, Хуни-то может на всем чем угодно сыграть, просто он на чем ему разрешат. И то правда. И, может быть, мы когда-то увидим еще и Люциана на мид или на топ со стороны СКТ, потому что Фейкер его тренировал то ли в качестве троллинга, то ли серьезно тренировал. Варус против СКТ. Мне кажется, против Синдры и Люциана все трудновато. Мне кажется, любому стрелку там нехорошо против нее, если честно. Кстати, вбейтят нам Банаши, Флэш Уллс. Иначе заберут себе, а у СКТ-то имбы уже не будет, все, Эш Варус не пройдет. Ну, с Браумом много чего могут взять СКТ, поэтому не думаю, что для них это проблема. Клет пошел в блокировку. И правильно, потому что ММД мог бы за него сыграть, но уже не сможет. У Хуни чемпион пул огромный, действительно. И он подберет себе чемпиона, несмотря на то, что Флэш Уллс оставляют чемпиона в верхней линии все-таки на последний пик. Отбирать ли твича у Бэнга, который он вчера сыграл очень хорошо, или же все-таки взять Эш? Ну, как-то не очень твич здесь идет. А зачем блокировать Варуса, если вы не собираетесь забирать Эш? Потому что противник возьмет Кога или Эш, или в принципе кого угодно. Противник возьмет, посмотрел, что у Бэна. Кога, конечно. Он берет Кога, внезапно. Вот это, кстати, достаточно внезапно, как по мне. Ког, Физ, Лисин. Такая интересная связочка получается. Не понимаю вообще ее пока. Только если Физ не на верхнюю линию. И Ривен давайте сейчас. А, Ринектон. Ринектон. Ринектон, кстати говоря, Флэш Воллс еще своего топпера не взяли. ММД здесь может поэкспериментировать. Я бы хотел увидеть Фиору со стороны. Фиору в Ринектона бы взять. А сами СКТ верят Фиору. А я все-таки думаю, что возможно... Представьте, СКТ. Возможно, Флэш Воллс сейчас возьмут Мальфита. Я понял, ты решил меня патролить? Или Поппи тоже есть как вариант. Но наутился Фиору, кстати, так себе, мне кажется, идея брать. Ужасная идея. Ну, берут. И берут, планируют задавить в мидгейме. Потому что абсолютная мидгеймовая композиция у Флэш Воллс. У СКТ просто такой лейт. У них Ког, у них Фиору, у них Физ и еще и с Браум. Там есть Лисин. Я вообще не понимаю пика СКТ. Он совершенно не связанный. Смитпуш Фиора, фейкер, который танцует сам по себе. Ну, 1-3-1, типа как? Лисин, Браум с Когмао, это троица. И два сплит-кушера с телепортами. Да уж. Мне кажется, знаешь, та композиция, где Когмао не должен выфармливать 6 слотов. Потому что СКТ могут и побыстрее игру здесь разорвать. И та композиция, в которой не должен Когмао собирать кушер с Томитом Серебря первых. Или даже вторых. Возможно. Потому что есть Браум. И потому что нет. Мы с Захарой Аши. Потому что есть Твич. Прокулич. Твичать действительно к УСС так себе предмет. Можно снять, конечно, замедление всегда. Что приятно. Можно еще и ртутный итоган поскорее собрать. Чтобы еще и вампиризм получить. Но тоже не стоит. Не знаю. Если брать Твича в такой позиции, можно в принципе снять уже все, что угодно. Что? Ладно. Ну, трудно. Трудно будет. Я бы, конечно, на Мальфитов с удовольствием посмотрел. Правда, Мальфит... Вот Мальфит-Фиор, кстати, это интересный матчап, с одной стороны. Потому что Мальфит-Фиор держит долго. В отличие от Наутилоса. Наутилос держит Фиору очень недолго. Как чемпион. Да. Мальфит, он просто армора... Столько армора, сколько надо собирает гораздо быстрее, чем другие чемпионы. И Михаилу нравится количество армора. У Мальфитов всегда. У Мальфитов просто прекрасное количество. Итак, друзья. Тайвань против Кореи. СКТ против Флэш Вулс. Команда со счетом 4-0, которая ведет турнирную сетку против команды, которая всегда обыгрывала корейцев. Всегда обыгрывала СКТ. Кроме как только в некоторых случаях. Бывало, что и проигрывали. Бывало. Разочек, разочек. На предыдущей групповой стадии чемпионата мира. Флэш Вулс все-таки проиграли. Но это скорее была случайность. А вот сейчас посмотрим. Конечно, конечно. Случайно проиграли игру чемпионам мира. Бывает с каждым. Ну, групповая же стадия. Видит сейчас другую рыбу. Рыба фейкера. Но в этом пруду, так сказать, он, царь. Как ты думаешь? Морской король. Как ты думаешь? Флэш Вулс победят в этом матче или нет? Глядя на драфты. Очень трудно мне сказать, что они победят. То есть мне не очень нравится драфт СКТ. Но вера в СКТ настолько велика, что чтобы не на драфтеле все равно веришь. Нет. Вера в СКТ настолько велика, что если флэш Вулс не берут для меня идеальный драфт, то они, скорее всего, проигрывают. А этот драфт не идеальный. Что это бы менял? Эш вместо Твича? И Мальфит вместо Наутилоса? Я бы менял Эш вместо Твича. И что-нибудь против Фиора. Ну, и не допускать в драфте ситуацию, что у тебя выбор против Фиора только Мальфит и... Ну, Крокодил был. Был Крокодил. Был Крокодил. Крокодил против Фиора нормально может... Нет, Крокодил, он требует не Грейвиса в джанглере. На самом деле не настолько принципиально это дело. Очень принципиально. Крокодилу надо джанглера, который время будет давать ему наносить урон и... Его как-то бустить. Но, в любом случае... А Грейвису надо Миду помогать. Здесь очень важный матчап на миде. Фейкер в прошлый раз, когда Физа брал в корейском ЛСК в гранд-финале, после этого команда КТ ни разу ему Физа не дала исполнить. Ну и Хуни идет уже по ММД играть на левел-1. Сбивает ему Витал. Снимает ему 150 здоровья уже. Колосса прокает. Сейчас продолжает размениваться, потому что пассивки уже у ММД нет. Это сейчас Хуни такие любопытные вещи делает. Причем очень сильные вещи делает, на самом деле. Да, он отбирает опыт в ММД. Пока нет, кстати, пока нет. Пока нет, пока не отобрал. А уверен, что там со всех трех, да, Миричников прошел? Окей. Карса заходит на левел-2. 7 миллионов нужно. Карса заходит на левел-2. Сейчас могут по Хуни сыграть. Его агрессивная наглая игра сработает ему в минус. Он видит Грейвса. Надо давать Ку-флэш. И Карса хочет доиграть. Но не может доиграть. И размен скачка на скачок. Сейчас, на самом деле, здорово для СКТ. Потому что развязаны руки у Пената. И что же будет делать Пенат? Во-первых, он уже третий уровень. С одной стороны, да. С другой стороны, смотри, там как линия стоит для Фиоры. Сейчас опасная. И если вдруг Грейвс решит прям совсем ее закимить. Ну нет, а если он ее не убьет, это до свидания. Это Пенат никогда в жизни уже Грейвсу из своей базы не доставить. Справедливо, да. Но ММД сейчас очень спокойно может постоять. Потому что Фиора с первого бэка купила контрольный тотем. Собирает Пенат свой красный. Почему он не идет на синий только? Вражеский ты имеешь в виду? Да, конечно. Но, наверное, боится, что противник быстрее подойдет. Играет аккуратно. Ай-яй-яй, еще и Кару тратит свою. Ну, конечно, не мне его учить. Но была возможность зайти, на мой взгляд. То есть, можно было попытаться. Карса без скачка, Карса на уровень был меньше. Но, конечно, у Карсы там кенч, который со скачка может очень сильно перевернуть в early game драку. Любую. У фейкера дела не просто идут против мейпла. Но есть телепорт. Можно с бэка прикупить себе даранчик. Другой можно и колечко. Можно колечко и даранчик. По-моему, там за 13 крипов ты такие вещи не покупаешь, все-таки, к сожалению. На физе. Жаль. Смотри, хуйня, какой глубокий ставит тотем. Красивый. Шишку сбивает тоже. Теперь у Грейвса... Ну, кстати, по-моему, флэшволс понимают. По-моему, понимают, где Фиора сделала и что. Мейпл, кстати, был одним из тех мидеров наравне с Вездором, которые, используя агрессивные пики фейкера, могли напрягать и даже убивать. Фейкер покупает кольцо и контрольный тотем. И ногами возвращается на мид. Сохраняет свой телепорт. ММД сейчас за счет этого ганга, конечно, восстановился после этого харасса раннего. И теперь спокойно играет вровень, даже лидируя буквально там на парочку миньонов. Что же касается Лесина, он все-таки смог свой первый рекол нажать. Но уровни уже четвертые у обоих лесников, несмотря на то, что кара у Лесина до сих пор есть. Здесь, на самом деле, Пенат может выбирать, что именно он хочет сделать. Может дождаться... Мне кажется, работа Пената будет выполнена, если он просто сделает один успешный ганг на мид. Этого будет достаточно вполне на шестом уровне, чтобы фейкер потом, вместе уже с Лесином, агрессию и на Грейвсай на Синдру проворачивал как нужно. Здоровскую работу сейчас проделывает Мейпл, потому что все-таки он доминирует физа на 10 миньонов. Там физ сейчас пак подбирает, и как раз Синдру на бэке, но по идее она за него потерять, конечно, ничего не должна. Ну вот плюс 8 у нее. Хотя фейкер достаточно быстро запушивает линию. Он максимум одного потеряет. Это не суть. Сейчас Хуни хотел автоатаку заблокировать репостом и застанет на Утилуса. Это одна из причин, почему на Утилус работает против Фиоры не очень хорошо. Такое количество контроля, что случайно можно даже самого себя застанет. Ну и Фиоре очень легко заблокировать хотя бы что-то. А уже если Фиора один раз вас стан отправила, лишний Витал прокнуло. Вот сейчас Витал очень хорошо висит, но не ведется на эту хуни, боится, что Грейв стоит где-то здесь. Цель вкусная, но нет у него репоста, а без репоста можно и стан получить и не выйти уже. На нижней линии Ког доминирует оппонентов на 10 миньонов. Это Ког Твич. Ког против Твича хорошо работал всегда. Часто даже в качестве ответа на популярность мета Твича брали Кога корейцы. Ког нами. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Он сейчас может быть... Нет, не ошибся. Карса, Карса. Увидел его хуни буквально краем глаза, периферическим зрением, как тот в куст вошел. И, конечно, сразу на отход пошел хуни. Кстати, у него еще есть один заряд своей фляжки. Держит. Трейдится с Наутилусом аккуратно. Наутилус телепорт потратил свой 2 до рана, прикупил. А Пенат делает в соло огненного дракона. Тратит рана Кару достаточно. Чтобы, возможно, потратить ее еще раз. Да, так и есть. Она у него успеет откатиться. Но был момент... Он знает, что Карса нет, поэтому Пенат ничем не рискует. Да, он даже просто халявный огненный дракон. Который достается С-Контест за то, сколько Карса тратит времени на верхней части леса. И это отличает Пената от очень многих лесников. Даже если на ганг он не видит возможности зайти, он наказывает противника иначе. Он видит то, что Карса зашел два раза, один из которых был на втором уровне. Левел 2 ганг всегда то, что отправляет лесника назад по уровню и по скейлу, в принципе. Знаешь, этот Пенат не кусается, но он делает больно иначе. Огненного дракона. И Фейкер покупает револьвер. Проторемень это первый предмет, который Фейкер соберет на физа. Он это делает. Сейчас фейкает агрессию. Уже обманчив. Физ или Фейкер? Может они оба? Фейкер больше обманчив, чем физ. И Бетти хочет ганкать сейчас Хуни. Хуни очень часто подвергается. Мы уже вторую игру смотрим за два дня, где по Хуни идет очень много агрессии от противника. А еще, где Твич до 10 минуты тангает другую линию. Но это очень беззубый ганк. Очень беззубый ганк, потому что свап линии пошел от Флэш-Вульс. А они пытаются каким-то образом дать своему Твичу пофармить на линии, на которой фармить он не может. Ну да. Это правда. Там проблемка правда в том, что если Лисин выйдет на бот сейчас, то Наутилуса можно и задайвить. Вообще сейчас вышку можно и забрать. Если сюда срочно не выдавить. А сюда двигается Фейкер. Вульф в соло. Не знают, Флэш-Вульс, где Лисин сейчас, потому что Наутилус бы не боялся так связки Браум, как Мао. Отдают вышку из КТ. Немножко не успели. Не захотели здесь в агрессию играть. Ну а здесь Фейкер сказал, да я вас вообще игнорирую. И не стал идти на верхнюю линию. Неплохое завалированное слово. Но это размен башни на башню. Кок фармит. Могли СКТ устроить аркаду с двумя телепортами на топ и попробовать сыграть. Но, наверное, не стоило того. Они решили, что не стоило. Если так просто проигрывать по миньонам, ему ни в коем случае нельзя уходить в сомнительную ситуацию куда-то на сайт-линию. Ну и действительно, телепорты просто можно и лучше потом разыграть. Он правильно думает о себе. Вот сейчас, кстати, проблемка в том, что Лисин не поставил тотемов глубоко, чтобы сейчас можно было к Хуне Физу прийти на помощь. Но ей не приходит вообще. И просто размен башни на башню. Бетти стреляет сколько может. Нет, пока еще башня стоит, причем достаточно уверенно. Но не менее уверенно она стоит у флэш-вульс. Более уверенно даже. Тут, правда, играют сейчас по Наутилусу. Он ошибается. Пенат по нему сыграл. ММД пытается выйти. Ульта хорошая. Но первую кровь забирают СКТ. И еще и башню сверху. А тут уже фейкеры бы неудачные. Но она выиграет время. И Хуне стоит. И не плохо. И Бетти просел. И сейчас минус Т2 на боте делают. СКТ идут дальше. Они это делают не для того, чтобы играть по Т3, а для того, чтобы заставить противника вернуться на базу. Они это заставляют сделать. Синдра сместилась не туда. Об этом СКТ знали. Ну прекрасно. Прекрасная механика. Посмотрите на Пената. Инстантный просто кик назад. Да, аэрфлэш. После чего Кьюшка. Но раз, два. И моментальная. Моментальная механика. А принятие решения очень быстрое. Они понимали абсолютно всю ситуацию. До того, как Наутилус в нее еще встрял. Поэтому им не приходилось здесь принимать решение. Приходилось только исполнить все. А с исполнением у этой команды проблем нет. В итоге СКТ на 2000 золота ведут. Хотя по темпу Т1 они уступали. Миньон отдыхать. Он только что встал, но потом его телепортнуло обратно. Бывает. Миньоны, работяги, телепы на отдыхе. Была у меня такая одна миниатюра. А был такой, помнишь скин на миньонов, когда тропические они ходили? Да, да, да. В шляпах и с зонтиками. С коктейлями они ходили. С коктейлями, да, да. Там были... Да, да. Все верно. Ну, СКТ сейчас забирают все-таки две вышки. Что им позволяет вырваться по золоту. Плюс еще первая кровь, конечно, золоту дала кучу абсолютную. И пината мы уже видели на Рисине, когда он получает ранние киллы. А потом он бегает, как Керри. Просто его боятся мидеры, АДшники и все остальные. Дело в том, что там есть одна проблемка. А Хуни на Керри чемпионах, он в финале корейского ЛСК в одной из игр Смебу уничтожил. Причем в матч-апе, по-моему, Камила Фиора, где у Камилы все в той стадии игры уже не должно быть хорошо. А он все равно обыгрывал. Я вот боюсь, что ММД на Наутилусе, как бы он хорош не был, он, во-первых, может не оказаться так хорош, как Хуни. Во-вторых, против Фиоры не важно, насколько ты хорош. Просто Фиора, ты чемпион. Нет, тут уже все. Тут обсуждать что-то нет смысла. А Наутилус чемпион, который должен просить помощи, должен бить врага. Хуни прекрасно справляется с работой того, что доджат ганги, скачками, но он не умирает, это самое главное. А теперь уже его остановить трудно, один на один, а ганги поздно. Сейчас может быть агрессия от Флэш Вулс, но рыба пошла, Лесин заходит. Будет ультовать или нет? Нет. Выиграл немножко время и позицию, ультанул Наутилус, но пенант подставил. Сейчас ошибочка была. Очень сильная. И разобрался, в кого ультить. И Фейкер еще рыбу дал зачем-то в Свардарте. Но он, наверное, хотел сыграть, а потом подумал, что такая ульта ничего не даст, пока команда не подойдет. Но в итоге они башню защитили ценой жизни Лесина. Очень. Хуни хочет по Карсе сыграть. Он неплохо с этим справляется. Учитывая то, что Карса появился неожиданно. И Хуни его тут же побил немножко так. Буквально 2-3 удара. После чего отошел, сдолжил грамотно хук. И развел Флэш Вулс на время. Хуни идет в агрессию. Подходит Кагмао, подходит Браум. Хуни доджит контроль. Бэнг здесь. Но тут нет момента, к сожалению. И нет ульты у Физа, чтобы играть дальше. Красный баф есть у Мейпла. Как говорится, красный баф худший враг вышки всегда. Потому что очень много урона дает любому чемпиону. Ну и что здесь произошло у нас такое? Оп-оп. Он, наверное, не хотел вообще выиграть. А, нет. Да, там просто он сделал прыжок, затем наварт, а потом хотел дать ульту, направился, но рейджа не хватило. Он за это развернулся назад. Бывает. Даже с лучшими из нас такие вещи бывают. Но Пенат все равно чувствует себя очень комфортно. У СКТ преимущество в 2000 почти по золоту сохраняется. Ну и Фейкер фармит столько же, сколько Мейпл, хотя отставал. Это очень плохая новость. Когда Физ идет ровно, когда Физ из игры не выключен. Здесь, на самом деле, драфт СКТ, знаешь, в нем очень много угроз. Фиора, Физ, Кагмао. Каждый из этих чемпионов может потом, чуть ли не в соло, игру выиграть для своей команды. Но проблема в чем? Потому что если ты даешь Физу столько же фармить, Физ собирает атаку, а ты собираешь Негатрон. То есть и ваш фарм... В разные вещи воплощает. Точно так же, как и Рамбл против Грагаса. Рамбл собирает атаку, Грагас собирает защиту. В итоге Рамбл атакует, а Грагас... Защищается, но не против всех чемпионов. Это тоже очень важно. А Грагас защищает только себя. А Рамбл атакует уравнителем всех. А если он еще и дает ему правильность? Если предметы на силу атаки хороши, то очень часто есть смысл их собирать. И это очень выгодно. Сейчас, если еще подвезут Физу усиление Герольда, то, в принципе, и Фиори, и Лисину, и Физу можно делать. Но Физу, наверное, лучше всего. В этой конкретной ситуации... То все на самом деле плохо. Этого горному можно отдавать, потому что фейкеру гораздо более важен Герольд, чем этот горный коричневый дракон. Ну да, он даст какой-то урон. Но, кстати, за это еще придется, по-моему, флеш-волст Т1 на топе отдавать сейчас. Лисин, правда, туда не особо сместился. Пачка на миде, возможно, еще и умрет. Фиора на боте Твича прогоняет. Твич не может против нее дуэли принимать уже сейчас. Успевает вернуться Мэппл, Мумбан у нее не так много. Потеря страница, конечно же, есть. Но вот Физ, да, Физ сплет пушит на топе. Уже начинается вот эта игра. 1-3-1, как раз Физ на топе, втроем на миде. Варды ставит коври там как-нибудь АДшника своего. В тот момент... Там где без сопротивления магии? Можно и Физ сыграть сейчас тейкеру по нему? Не, ну не дайвить же, ну не так. Ну так нельзя. Ну так не очень. Так даже если бы у него вообще предметов не было играть. Не, можно было бы. Не было предметов, можно. Там есть ниндитаби, которые против Физа любого, что АПшного, что АДшного, помогают чуть-чуть. Что он все-таки автоатаками работает. Работает, да, на все, что есть. Что старый Физ, причем что новый. Работает фулл-тайм. Ну не знаю, флэшволс тоже мало очень делают, если честно. Мало чем разыгрывают. Не фейшного тилус, есть там кенч, но... Наверх зашел, зачем? Чтобы его вашу башню добить. Не ротируется никак флэшволс этим самым. Вышка на миге падает сейчас, конечно, у СКТ. Видимо, они решают сознательно ее отдать, чтобы обе команды собрали себе золото. Но СКТ это выгоднее, потому что у них есть спидпушеры, у них есть кагма, у которому очень нужный золото. Так-то башня не упала пока. И пока не планирует. При всем при том, да, у нее было очень мало здоровья, но как-то резко сюда подошли. Здесь еще и флэшволс всегда очень страшно идти вперед. Есть ли тотемы за спиной или нет, потому что там два телепорта прилетит. Там прилетят физ, фиоры, дай физу 2-3 килла, все, игра закончена уже будет. Дай фиоре пару-тройку киллов, тоже игра закончена. Дай фиоре пару киллов, и нужно 3 человека будет, чтобы ее на спидпуши сдержать. Ну, а это в конечном итоге все равно будет правдно и рано или поздно, потому что наутилус он прям очень плох. То есть, если есть чемпионы, которые держат фиору хотя бы там до 2-2,5, там есть даже какой-нибудь Трандл, который ее до 5 слотов, наверное, держит. Да Трандл, наверное, и до 6 ее может держать. Не особо. На 6 слоте там, по-моему, как раз у Трандл уже... Там уже на 6 слотах фиору никто не держит в 1 на 1. Там ни башни, ни чемпионы, никто этого не делает. Но наутилус прям вот один слот фиора готов, все, пиши пропало, все плохо. Только если у тебя там не 3-0 и ты не с двумя слотами, тогда ты можешь против нее держаться хотя бы. На 3-0 слотами ты можешь ее убивать. Но там, знаешь, это всегда все равно риск, потому что ты не хочешь наутилуус такие агрессии проводить. В чем проблема флэш-вульс? У СКТ есть фиора, которую надо бить. Они пытались ее бить, у них не получилось. У СКТ есть физ, которому надо не давать получить преимущество. Справились с этой задачей так, 50-50, потому что он все-таки собрал какие-то предметы для себя. И минус 25 у него всего, не считая то, что есть килл у Мейплы. Проблема номер 3, это скейл Бенга, которому никак не мешают. Более того, он еще и выигрывает. Да, кстати, очень сильная сторона вообще лучших корейских команд, как мне кажется, и СКТ в этом году в частности, что они показывают, как чемпионов правильно надо исполнять. То есть фиора, чемпион, в глазах очень многих про-команд не очень сильный чемпион. Но в руках СКТ, если правильно играет как хуни, даже с агрессией противника, даже с постоянными гангами, он все равно нормально с этим справляется. То есть у него нет проблем. И он реализует фиору так, как нужно. И Ког, и Браун, и Лисин, и Физ, это все очень сильные чемпионы. Хотя мы их видим далеко не в каждой игре сейчас. И они метовыми, ну как бы, Физ, наверное, из всех метовыми является только Ког и Лисин. Ну, Лисин точно метовый. Разбивает пачку фейкер в верхнюю линию. А у него еще и Герольд. Он бьет по башне больно, даже несмотря на отсутствие сияния и любого предмета из него. Фиора на боте давит. У Фиоры фарм уже на 30 больше. Галемчиков набрали. Да, и Фиора стоит-то на фрифарме. Тут флеш-лоны сейчас надо филиса творить будет, начинать прям все. Им нужно делать активные мувы, потому что так продолжаться не может. Так дела не делаются. Они дают всем атакующим керри фармить, всем трем. И все трое, кроме Физа, хотя, опять-таки, 170 на 180 против рейнджового мидера, для Физа это, можно сказать, что перефарм. Это победа. Потому что он фармит больше, чем должен был бы. Не фармит больше, чем противник, но больше, чем он... Он сейчас соберет Джонью и будет просто въезжать в керри и давать Джонью. А потом было 100 обмана и до свидания. Он, причем, так как им играл Фейкер, с Джонью, он превращается из просто ассасина такого, он превращается в инициатора. Танк. Он танк, танк инициатор. Да, он дает ульту, прыгает, убивает, скорее всего, первую цель. С этого обычно нажимает на Джонью, после этого сам может еще и вторую попробовать убить. Если правильно исполнить. Это уже за гранью, да, конечно. Это совсем удачно. Но по факту это как бывает. Дает ульту, нажимает кьюшку, бласту обман, затем, если надо, Джонью. А если не надо, то, значит, драку же выиграет. Видишь, Физ тоже обманщик. Так что идеальный чемпион для Фейкера. Он еще и баловник. Баловник, ну вот в случае фейкера, я думаю, это не особо подходящее слово. Ты баловник, Миша? Я, да. То есть ты баловник. Вообще, похоже, баловник, похоже, знаешь, на что-то на кухне используется при приготовке. Как баловник, только баловник. Только баловник. Баловник. Опять в район, что я... Похоже, это что-то полковник, но я не баловник. Нам не страшно необходим АТР для аналитики крыжовника в этом стихе. Я думаю, что АТР здесь может только расстроиться у них в игру. Флэшусь, пока что... Справедливо. Вот сейчас Твич показался, хочет убить Физа, потому что рядом есть там Кенч. Фейкер решает все-таки играть, рыба взрывается. Но телепорт идет от Физа. Вот это уже здорово. Флэшусь хотя бы на телепорт отвели. Неплохо. Надо начинать играть и быстрее. Еще 20 мов хотя бы сделать таких за ближайшие 30 минут. 20 мов за 30 минут. Это неплохая цель в жизни. А тем временем телепорт идет уже от Физа сюда. Да, но дал ульту Гарса и сопутствующий урон никак не пробил миньона, на которого делали телепорт. Потому что ничто не пробивает миньона, на которого делается телепорт, к сожалению. И на каждый... Ну, Флэшусь могут сделать 20 таких мов, могут хоть 50, потому что они золото им не дают. СКТ золото зарабатывает уже почти 5000. 4700, 4700. Говорится, можно работать, а можно зарабатывать. Флэшусь сработает. Да. Порного дракона пытаются для себя оформить. Один уже есть у Флэшусь и никак свирепые тайванские волки не помешают. Знаешь, как преподаватели в университете их больше всего бесят, когда студент говорит, что... Он не выучил, а он читал. Учил. Учил, да. Я учил. Вот то же самое с Флэшусь. Ты учил? Ты выучил? Не выучил. СКТ вот... Мастера в этом деле. Все, что они привозят на международные турниры, все выучено. Ну, ура. Здорово, здорово. Это совершенно видно, как отработано то, что они приготовили. Плюс 35 Фиора. 0-0-0 классическая, которая и должна быть. Даже 0-3-0 Фиора с таким фармом на этой минуте была бы очень опасна. 0-0-0 идеальный вариант Фиоры. Это, да, это очень жесткая Фиора. Фиора измеряется не в киллах, а в смертях. Это очень нафиженная Фиора, скажем так. Хотя убийств у нее действительно и нет. Ког, у которого немного странно ставился. Вот сейчас ошибочка была механическая. С его стороны Харса играется скачка. А-а-а! И минус Кони. Только мы похвалили его, а он уже и встрял. И забирают среднюю вышку. Флэшвуд все-таки добирают ее. Осталось 19. Осталось 19 мув, которые им нужно сделать. Ну, нет, это, конечно, я сутрировал. Но все-таки еще таких мува 3. И уже будет все неплохо. Второй день. Когмау собирают тройственные союзы. Вчера это был Звен, сегодня это Бен. Причем собирает его достаточно рано. И возвращается в итоге к истокам. Такому более мобильному Когу. Он здесь не то задоджил. Хуни далеко зашел просто. Он ничего не задоджил. Стан, Стан ошибся. Не было еще кьюшки от Бетти. Он не задолжил Стан и погиб. Механическая ошибка. Даже дело не в том, что зашел далеко, оказывается. Наутилус уходит на бэк. Потому что его против Физа невозможно стоять. У него два предмета на броню. Сейчас Наутилус более того, что против Физа, что против Фиора стоять не может. И никто в один на один у Флэшул стоять один на один не может. А это делает вашу потребность в так называемых мувах или плейерах? Грейс может. Грейс против кого может? Против Фиоры. Думаешь? Конечно. Ниндзи Таби есть. С Ешки дается армор. КП у него есть. Почему нет? Ну, мне кажется, что нельзя уже. Фиора не задайвит Грейса сейчас. А, задайвить? Нет. Ну, опять-таки, что значит... Стоять применяет, значит, чтобы не задайвить. Ну, Физ на Утилуса тоже там под Т3 задайвить, мне кажется, сейчас не сможет. Там долгая будет драка. И мне кажется, что Наутилус, ну, разменяется один в один. Но Физ не пойдет на такой ул-ин в любом случае. Да и Фиора тоже сейчас под башню. Против Фиоры стоять, значит, чтобы нельзя было задайвить. Ну, ладно. К сожалению. Рыба мимо от Фейкера. Но он все равно хочет попытаться сыграть. А там Кенч рядом. Там Кенч рядом. Поэтому Фейкер тут же Жоню использует. Неудачный ул-ин. Потому что... Ну, не ул-ин, а скорее неудачный размен. Фейкер потратил самое главное Жоню. Она откатывается сейчас очень долго. Дольше, чем его абсолютное умение. Да, и 1-1 снова. 1-1. Господи, по мувам. А, по мувам. Только я хотел сказать, да. Счетчик мувов. Сделали хороший мув СКТ. После этого сделали хороший мув флэш-вульса. Сейчас СКТ сделали неудачный мув. Юра, вопрос. У Джаггера каждый мув оценивается, как сколько мувов обычного человека. Вейпэте запушивает верхнюю линию. Затрудняюсь ответить. Пас. Та-та-та-та. Ваш ответ? Можно другу позвонить. У тебя есть какой-нибудь друг, который мувы знает хорошие? Есть брат. Могу позвонить ему. Ладно. Или кто-нибудь позвонит. Срочно кто-нибудь позвонит Юра на мув, брат. Очень. Что сказать, Юра? Очень странно мне, что флэш-вульс себя не реализовывает в плане агрессии. Чего они ждут? Мне интересно, подойди и спроси тренеру или игроку флэш-вульса. Что вы хотите? Что вы хотите добиться за вашей игрой сейчас? Зачем вы сражаетесь? Страшно им. Страшно играть против СКТ. Страшно играть, скажем так, несмотря ни на что. У Феора два предмета сейчас уже. Эти два предмета дают ей возможность кого угодно 1-1 с легкостью убить. Да. Потому что мерки против Синдры не дадут возможность ваншотнуть. И конечно... Синдра не ваншотнет Феору вообще никому. Там хоть мерки, хоть... Ну, даже без мерков Феора нормальный против Синдры будет себя чувствовать. Что там здоровье есть. И просто на W что-то принять. Мне кажется, хуй не выживет без проблем. 2000 хп. И 84 сопротивления магии. Ну, это с мерками, естественно. Было бы 59 без них. На ворде стоит Хуни. Кажется, делает вид, что Хуни не видит. Чтобы Хуни на него вышел. Как-то его закрыть, возможно? А нет. Дым идет даже. Вау. Пингвинчик крутится посреди дыма. А, СКТ начинает просто бароны. Но это бароны, которого нельзя делать, мне кажется. Можно, конечно. Но опасно. Там Грейс, Грейс в радиусе стила был, скажем так. Просвечивает, просвечивает все-таки Бетти. Единственный обладатель синего ворда. А надо бы больше. Не уверен, СКТ же тоже только одни. Можно меньше, на самом деле. Хотя красные тоже нужны. Можно ловить хотя бы какие-то цели. Не знаю, наутилус какой-то ненужный. Вот в этой игре наутилус просто был необязательный, как пик. И он неудачный оказался. То есть с Трениктоном тоже нужно было бы очень много работы леснику на топ проявлять. Но он хотя бы сам по себе чуть подольше бы Фиору подержал. И чуть посильнее бы напряг. А так он просто не в кетче не работает. Но в драке будет обычный танк. Просто обычный танк. Фейкер собирает себе просветочку. По той причине, что лесину, конечно... Тотемчик. Нужен тотем, да. Ну, он может с одним зеленым играть, в принципе. Но может и так, и так. Пинату нужно побольше вардов. Только Пинат? Он на лесе не играет, именно по этой причине. Не, я понимаю. Я имею в виду, что... Ну, некоторые лентины даже делают с красным аксессуаром. Они играют, но с зеленым лесным предметом. Был период, когда вообще в лес зеленые предметы считались плохими. Почти все играли с красными тогда. А сейчас почти все играют с зелеными. Ну, к этому проссцена приходит рано или поздно всегда, что... Обзор слишком важен. Слишком решающую роль. Играет. Еще один огненный. Только начинаю играть. На D5 с зеленым мне всегда... Ну, для чего? Зачем? Мне кажется, кстати, зеленые для не мейн лесника это всегда самый правильный выбор. Потому что это 100% тотемы, которые ты поставишь. Второй инфернальный дракон или СКТ... Все очень становится лучше. Самый эмбовый смайт был фиолетовый. Вот это вообще был очень... Ау-е-шно. Был Треллблейзер, назывался смайт этот. Он и ХП давал по сравнению с другими смайтами, которые тогда его не давали. И единственный, что... Кто регенил здоровье. Это вообще был мой любимый самый смайт. Ну, это понятно. Пофармить. Но им играли не все тогда лесники. То есть в Сулу-ку наоборот считалось, что он слабый. То есть им на просцене некоторые играли. Его брали часто на танка лесников, которые с зачисткой немножко хромали. Не, ну говоря о таком заклинании, как Гара, вообще... О, рыба идет, кстати, мимо. Рыба мимо. И есть телепорт у Наутилуса, чтобы его поглубже сдать. Сейчас есть СКТ поймать. Но флеш-воллс не играют агрессивно. А Фиора тем временем уже давит Наутилуса на Т3. Да, и причем сейчас будут у Наутилуса начинаться проблемы. Потому что Фиора с этими двумя предметами бегала еще пять минут назад. А сейчас... У нее сейчас сам из базы будет кусочки кровопийцы. Она просто все боев, я думаю, купит и все. Не надо ей сейчас лавсилиться. У нее гидра уже есть. Ну да. Не, ну БФ это тоже кусочек кровопийцы. Поэтому... Да, в плане того, что приоритизировать можно... Силу атаки нужно, да. Ей нужно бить, ей не нужно выживать. Потому что мне кажется, если сейчас выйдет Грейвс, она его... Ваншоте. С любым предметом еще следующим она будет его убивать. Но флеш-воллс, мне кажется, может и хотят просто посмотреть, что СКТ покажут. Они сами не особо верят, что они их обыграть могут. Потому что я не могу иначе их поведению найти объяснение. Потому что у нас очень много команд на этом турнире, которые показывают совершенно безинициативную и беззубую игру, которая против сильных корейских команд не работала просто никогда. Это вот еще было выяснено на третьем чемпионате мира, когда были там команды, которые там... Да мы в лейт сейчас выйдем, сейчас мы там переиграем этих СКТ, переиграем этих наджинов. Это не работало, к сожалению, совершенно. Фейкер на варде сейчас реколится, даже не тратит свое время. Вот он обманщик, понимаешь, настоящий профессиональный обманщик. Лол. Сейчас просто трули лол. Вот я знаешь, я на самом деле рад, что в следующем обновлении у нас выходит новый Герольд, потому что все вот такие отыгрыши про команд, они, мне кажется, сильно сойдут на нет с новым Герольдом. Потому что игра будет разгоняться в мид-гейме очень быстро. Ну он просто пол-лышки сносится на ударе. Ну он сносит, при хорошем использовании, он сносит сторону. Прям если это идеально. Вот опять-таки, в случае, как мы говорим про Барона, да, как его идеально надо было бы реализовать. Идеально он сторону забирает. Некоторых прям супер-нишевых ситуациях он игру заканчивает, но это прям совсем редко. Барон? Да. Нет, не Барон, Герольд. А, Герольд игру заканчивает? Да. Ну, если прям противник совсем не знает, что против него делать. Я видел игры, где Герольд заканчивал новую игру. В 20-й минуте? До 20-й. А, до 20-й? В 16-й, 17-й, да. Игр не так уж и много. Ну, нужно 5-0 драку проиграть под Т2, и тогда Герольд сможет тебе помочь. Ну, знаешь, знаешь ли, Солу-Ку это... Если ты на 15-й минуте проиграешь 5-0 под Т2, я думаю, Герольд особо не нужен. Герольд вообще не нужен. Ну, а там уже Кровопийцы не за горами, хуни не, конечно же, никаких там ни облачений духов не надо. Ничего не надо, надо просто собирать силу атаки. СКТ начинают Барона сами делать. Мне кажется, СКТ бы и не делали этого Барона, они бы тянули время сами. Но противник тянет время. Противник ничего не делает для того, чтобы показать, что не надо делать этого Барона. Не надо начинать. Они его делают для того, чтобы сместить флэш-фульс к себе и дать возможность дальше хуни спокойно фармить как минимум. 305 за 30. Это Фиоры, которые вы не хотите против себя получить. Сейчас ММД просто фрустрирован, он не знает, что ему делать. Он прекрасно понимает, что в какой-то момент наступит ситуация, в которой он будет безопасно стоять под Т3 и умрет от Фиоры. Нет, пока ты так сильно говоришь про Фиору, я смею напомнить, что у Кога 334 за 30. Ну, Ког, знаешь, мы видели от Звена Кога, который там может быть нафармлен или не нафармлен, а особо не настреляет. Его можно ваншотнуть. А Фиора, если в драку не приходит, ну с ней просто нечего делать вообще. Рыба идет. Мейпло, Мейпло. Фейкер застанил, но выживет Ли. И неплохо приходит Сорд-Арт. Фейкер сразу понимает, что пора выходить. Сорд-Арт хочет мимо доиграть, но здесь есть скачок еще у рыбы. И Сорд-Арту самому, как бы сейчас флэш не пришлось сдавать. И он его сдает в итоге. Ну, скачок и изнурение барьер на Жоню и на проторемень Фейкера и на ульту. Вот уже по дайверу идет Хуни, потому что у него здоровье тратится. Это значит, что он ушел на дайв. На небольшой, потому что на Утилос вообще урона не наносит. Особенно по феории, у которой есть вампиризм. Она там с трех миньонов захилится больше, чем на Утилос. Нанесет ей за весь свой улайн сейчас. Два огненных, один горный, еще один горный скоро. Я боюсь просто, что два горных, два огненных. Это будет просто легчайший баром для СКТ. Есть вопрос всегда, каким же образом можно победить в команде флэш-мульс. Какая вен-кондиция? Конечно, Твич может пострелять. Твич чемпион сильный, мы это знаем. В правильной позиции он может настрелять нормально. Но это единственная вен-кондиция. 5 на 5 драка с твичом, который займет правильную позицию. В 1-3-1 никак флэш-мульс не обыграют. В каких-то стычках тоже очень вряд ли. Слишком сильна фиора, слишком силен физ. В этом плане, в маленьких скримиш-драках. Знаешь, я смотрю на атомизацию Твича. Мне бы есть какую-нибудь математическую формулу. Потому что я вот не уверен, что Доминик здесь был нужен. Мне кажется, что Твич, который не собирает грань бесконечности на 3-4 слотах, он не имеет шансов переворачивать драки. Он будет просто стрелять. Он будет просто полезен. Твич с гранью бесконечности может просто в соло убить пятерых. Я вообще не понимаю, зачем он нет собрал. Броней здесь у СКТ. Но броня мертвеца есть у Лисина. И два ниндзитаби. Два ниндзитаби и Жоня у Фейкера еще. Но это очень такие причины слабые, чтобы собирать поклон лорда Доминика. На стрелка, которому на такое количество брони, в принципе, все равно. Ну да, потому что Кок должен от твича, если тот правильно раскрывается, умирать что с ниндзитабями, что без них. Ну а если у тебя есть грань за это? За то, что у тебя нет заведения. Сейчас по Фейкеру хочет Бетти сыграть. Урона много. Рыба пошла. Свардарт кушает. Получают урон вместе с твичом. Классовый обман. И Бенг уже. Очень все плохо для флэшволл. С Бетти или живой мульт почти его добивает. И Бенг его взрывает. Пенат здесь. Пенат сейчас будет играть. И выпинывать может хотя бы кого-то хуни. А, ну все. Дайвит ММД. И это, друзья, игра, которой долго еще не суждено длиться. Потому что СКТ выигрывают на всех фронтах. И вообще не торопились СКТ выигрывать эту игру. Вообще. Ну, хуни давит ММД. Ну, о чем здесь можно говорить? Как можно пикать мультинуса? Он не может его сдержать под вышкой. Даже с сильным сердцем. Под Т3. Под Т3. Он потратил скачок. Хуни не потратил вообще ничего. Свардарт нужно аккуратным очень быть. Свардарт нужно очень аккуратным быть. Что Мейпл, конечно... Но Мейпл подходит, да. Но боюсь просто, что Хуни может попробовать придумать что-то здесь. И придумывает хуни. Чуть не убивает. Мейпл, но вовремя. Его спасает все-таки Свардарт. А на шо разбирают СКТ. Хуни недоволен своей игрой. Потому что, на самом деле, он должен был играть по Свардарту. Он мог убить сначала Свардарт, а потом переключиться на Мейпл. И от лайфстилился бы полностью от Тамкинджа. Ну, посмотрим на повтор, как Хуни все-таки... ММД победил. Он зашел под вышку. Лайфстилится больше, чем его вышка пьет. ММД может хотя бы к башне встать спиной, чтобы не могла Фиора прокнуть металлы все. Но это совсем как-то плохо, если честно. Прям... Ну, совсем ММД обеспечивал для Фиоры... Весь отхил. Он не мог вообще ничего сделать, конечно. Ты знаешь, ММД сложно и винить, и не винить за эту игру. Нет, ММД просто стоит и молится, надеясь, что... Командовые игры. Нет, надеясь, что Хуни не догадается, что его можно задайвить. И вот каждая волна для него, да? Нет, ну это... Такая надежда может работать где-то примерно на 500 дивизионов ниже, чем у нас играют эти две профессиональные команды. Потому что, мне кажется, даже Фиора сейчас из не самой высокой лиги, даже не профессиональной, а просто дивизионов. Золото, силеры, там... В сторону, Фейкер подходит. Рыба по Мейплу не попала, но отзонила. Здесь эти СКТ могут драку проиграть эту, но это все равно значение иметь не будет. Нет, Бэнк стреляет. А, Фейкер очень много урона нанес под Вичу, взорвал его. Бэнк стреляет. Фиора идет заканчивать игру просто. Сейчас, пока ничего в этой игре Флэш Вулс не смогли придумать и не было оснований полагать до этой игры, что они могут СКТ переиграть. И нет этих оснований и далее. Потому что СКТ заканчивает первую половину со счетом 5. Хуни идет, когда себе набивать, но это не очень. Уже прилично. Да. Так, так. Отхилился. Пенант мог бы тоже подхилиться. Это все неважно. 8-4. Чистейшая игра от СКТ. Тоже беззубая, как и в предыдущем матче от ТСМ. Игра от Флэш Вулс. Но Флэш Вулс в этой игре победу одержать не смогли. СКТ слишком легко выигрывает свой матч. Бэнк очень здорово среагировал. Нажал скачок через стену. И оттуда прекрасный вот этот плевок, который замедлил всех оппонентов, стал там расстреливать. Несмотря на то, что он погиб, очень было здорово. Ну а СКТ выше всяких пофаул. Что тут сказать? Правильный драфт, который обыграл соперника буквально в начале. И если бы только Флэш Вулс задоминировали бы за первые 15 минут хоть как-то, можно было бы говорить о винкондиции. Они не делали особо ничего такого. То есть они попытались подкемпить Фиору. И как только у них это не удалось, все. Они полностью растерялись. Проиграли на боковом сражении по скорости, когда башни забирались. И с этого момента СКТ уже всю игру держали под своим контролем. Каждая команда пыталась переиграть СКТ в своем стиле. Гигабайт Маринс навязали аркаду. В Орлд Элит пытались засникать барона. Не получилось. Сегодня Флэш Вулс пытались затянуть, посмотреть, что получится из этого. ТСМ ничего не попытались вообще, по-моему. И G2 просто пытались что-то сделать где-то как-то. Но СКТ в целом были сильнее. То есть каждая команда попыталась. Но всех СКТ переиграли спокойно, комфортно, без особого напряга. И мне кажется, что ничего особого они еще пока не показали. У них очень большая глубина. Вот игры, что есть. У них еще очень много стратегий, чемпионов и разных вещей. Ну а Флэш Вулс уезжают пока в 2-3 и имеют возможность сегодня только сравнять свой счет и остаться где-то в середине турнира на таблице. Потому что в позитивный винрейт им уже особо и не выйти. Максимум только 50%. Это сегодня, да. Но на самом деле поджимают их и ТСМ, и G2. Учитывая то, что Флэш Вулс пока что не играют слишком уверенно против кого-либо на этом турнире. То нас ожидает очень усердная борьба за 3-4-е, возможно, место. Потому что World Elite идут вполне себе уверенно. Да, они какую-то одну игру, там, могут даже две, я думаю, за этот групповой этап в итоге отдать. Но в целом они тоже выглядят очень солидно. Но, а СКТ, конечно, пока что непобедимы. И вряд ли кто-то сможет обыграть их дальше. Тем не менее, наша студия аналитики сможет рассказать, кто их сможет обыграть и когда.